Экономист по образованию усвоил работу фермера, советы опытных руководителей. Президентская программа помогла быстро освоить новую профессию. Пока стаж работы небольшой, но это не помешало в создании новых рабочих мест. Начинающему бизнесмену во всем помогает семья. Тему продолжит Фаридай Шмуратова. Высшее образование получил. Все равно не то. Душа тянется к земле. Фермеров с высшим экономическим образованием в селе Новый Ильмово еще не было. Алексей Амосов променял строгий костюм и карьеру в городе на ватник и валенки. Решил поднять родное село. Большое фермерское хозяйство начало нас со старенького трактора. Сначала с малого начинали. 12 гитаров земли было у нас. Вот один старенький трактор. Силка, культиватор. Вроде вот потихоньку-потихоньку свой скос. Развернуться помогла федеральная программа поддержки. Алексей оформил кредит, купил буренок. Ферме два года. Сначала работала только семья. С рассвета в коровнике. Теперь Амосовы привлекают и наемных работников. Зарплата по сельским меркам неплохая. На этой ферме у нас работает вся семья. Отец, мать, жена, сам с утра до ночи. По мере возможности наемных рабочих привлекать. Зарплата по сельским меркам неплохие деньги. 12 тысяч рублей они у нас в месяц получают. Сейчас хозяйство приносит 300 литров молока в сутки. Продукцию везут даже в соседнюю Чувашию. Расходится деревенское молоко на ура. Так что хозяйство будет расширяться. В прошлом году зорьки и звездочки принесли 12 лет. Тяжеловато, но, как говорится, было бы легко, все бы работали. А тут только упертым и трудолюбивым. Теперь в планах Алексея заняться еще и земледелием, чтобы выращивать корм для скотина, а не покупать его. Тогда и хозяйство можно расширить еще больше. Фридай Шмуратов, Равкадзиадзинов, Ленар Хабибуллин. Вести Татарстан, Држановский район.